Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня день спасателей, сотрудников и ветеранов спасательных служб. Крачево-Черкесия с профессиональным праздником поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Спасатели Крачево-Черкесии – это настоящие герои, которые круглосуточно приходят на помощь в любой экстренной ситуации. Никакими высокими наградами невозможно выразить благодарность и жителей Республики к вам. Особо хотим отметить работу спасателей в туристические сезоны. От вашей оперативности и профессионализма очень часто зависят жизни многих гостей нашего региона и складывается имидж нашей Крачево-Черкесии. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, прошло сегодня в Черкесске. Сотрудников МЧС Республики поздравили представителей Народного собрания, министерств и ведомств Крачево-Черкесии. Подробности у Али Баташева. Смелость, мужество, отвага, искреннее желание во что бы то ни стало спасти жизнь человека. Вот что присуще нашим спасателям. Под звуки гимнов России Крачево-Черкесии торжественно внесли знамя Главного управления МЧС России. После чего виновников торжества поздравили коллеги, представители Народного собрания, Министерств и ведомств Республики. Наш праздник приходится в канун Нового года. Но для спасателей праздничные дни сами напряжены в прошлый период. Служба не знает выходных. Днем и ночью мы готовы собраться жить рискуя в своих. Случайных людей среди спасателей и пожарных нет. Это профессия в сочетании высокого профессионализма и мужества. Вам неизвестно 15 секунд. Для вас свободно определить сил обычное дело. Особые слова благодарности ветеранам. Разрешите искренне поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с Днем Спасателя. Это благородная профессия. И мы гордимся, что наши земляки сегодня в этом зале достойно несут это высокое звание спасателя. Благодарность за службу спасателям выразили руководство МВД, Следственного комитета, представители православного и мусульманского духовенства. Лучшим сотрудникам вручили грамоты правительства и Народного собрания республики, ведомственные грамоты, очередные специальные звания, медали, нагрудные знаки. Александра Лагвиненко наградили медалью за пропаганду спасательного дела. Вместе с ним за наградой вышел и четвероногий спасатель, лабрадор Ява, на счету которой 10 спасенных жизней. Игривый характер, доброжелательность, обучаемость к работам. Ну, вот такие качества. Ну, все положительные качества. А сколько только ее тренировали, чем она спасла? Более года и постоянно потом, и в дальнейшем всю жизнь проходят тренировки, периодически, чтобы навыки не утрачивала и приобретала новые. В семье у меня спасателей нет, но у меня и прабабушка. Она участвовала на Великой Отечественной войне. И она... у нее очень много медалей. И у нее есть медаль за победу над Берлином. А тебе сколько лет сейчас? Семь. Семь лет, а ты уже выбрал, да, профессию спасателя? Да. А почему? Потому что мне нравится, что людей спасают, и мне хочется, чтобы мир жил дружно. Их называют ангелы доброй надежды. Они спасатели, люди мужественной и героической профессии, способные жертвовать собой ради спасения других. В этом году отмечается 31-я годовщина Дня спасателя Российской Федерации. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. В год медицины расширяются возможности развития здравоохранения в республике. Сегодня в Карачаево-Черкесии осуществили первую транспортировку пациента с применением авиационного санитарного транспорта. На борту экстренный пациент из поселка Медногорский из наиболее отдаленного от республиканского центра района региона. Всего за 30 минут его доставили в республиканскую больницу, учитывая, что ранее путь кареты скорой помощи занимал в 4 раза больше времени, около 2 часов, для сложных ситуаций, когда счет идет на минуты, для соблюдения правила золотого часа это неоценимо важно. Транспортировка больных будет осуществляться не только по Карачаево-Черкесии, но и в крупные медицинские центры других регионов страны. Сан-Авиация – отличная возможность для улучшения качества оказания медицинской помощи, особенно актуальна это для туристических регионов, таких как Карачаево-Черкесия. Вести из оперштаба сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 31 928 человек, из них 28 161 выздоровел, 473 человека госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду, а в горах будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 3 плюс 2, в горах до 8 градусов мороза, днем 6-11 выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесии без существенных осадков, ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи 0 минус 2, а днем 8-10 градусов выше нуля. Ночью на дорогах местами гололедица. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Продолжаем выпуск. 25 декабря – памятная дата, день ввода войск в Афганистан. Сегодня в Черкесске ветераны афганской войны и учащиеся возложили венки, цветы к памятнику воинам, погибшим в этой войне. Эта траурная памятная дата стала роковой для 42 советских солдат, жителей Крачево-Черкесии, которые не вернулись с полей сражений. Всего в воинскую службу по призыву в Афганистане прошли около тысячи военнослужащих наших земляков. Несмотря на то, что прошло уже 42 года со дня ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан, в памяти ветеранов-афганцев навсегда останутся воспоминания об ожесточенных боях и погибших товарищах. По прошествии такого большого периода лет, уже 42-х, я попал в Афганистан в 85-м году. Мне довелось так уже в середине самой этой войны. Ну, вспоминаешь, многое, конечно, передумывается. Все разговоры разные идут. Нужна была эта война, не нужна была эта война. По-разному все это оценивается. Но мы благодарны, вот, афганцы, те, кто пережил эту жизнь. Все это, как говорится, 20-й век нам подарил два таких понятия. Это как афганцы, чернобыльцы, обогатил русский язык и без того понятия. Ну, как сказал наш верховный главнокомандующий, лидер нашей страны Владимир Владимирович Путин, то, несомненно, нам остается одно, что солдаты и офицеры честно и до конца выполнили свой долг перед Родиной. Повысить уровень финансовой грамотности у людей с ограниченными возможностями. Представители регионального отделения Банка России презентовали Республиканскому отделению Всероссийского общества слепых уникальные книги по финансовой культуре, напечатанные шрифтом Брайля, предназначенные для незрячих и слабовидящих людей. На презентации изданий Павал и Алихан Левшоков. Псевтопрофессиональные участники финансового рынка. Вот так, с помощью рельефно-точечного шрифта, созданного Брайлем Татьяна Сорокина, прочитывает книгу «Финансовая культура». Благодаря его изобретению, тысячи людей, потерявшие зрение, получили возможность развиваться, читать и даже играть музыку по нотам. В уникальном издании «Финансовая культура» можно узнать необходимую информацию о ключевых темах финансовой грамотности и, в частности, о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам. Буду знать, с чем мне придется столкнуться, если что, кредиты все вдруг взять захочу, чтобы я понимала, какие могут быть трудности. Ну, в общем, да, чтобы можно было потом решить эти проблемы, чтобы уже я как бы знала. Представители регионального отделения Банка России передали Карачаево-Черкесскому региональному отделению Всероссийского общества слепых пять комплектов книг «Финансовая культура» в двух томах. В свою очередь, председатель регионального отделения ВОЗ Сергей Дубовик поблагодарил сотрудников банка и отметил важность таких изданий для развития финансовой грамотности у незрячих и слабовидящих людей. Финансовая грамотность очень важна, особенно для незрячих людей и в республике, и вообще в нашей стране. Вот Нацбанк обращает на это внимание и помогает нам в этом плане, конечно. Мы эту литературу распространяем местные организации отдаем. Там у нас есть секретари, которые могут помочь инвалиду, прочесть и по правилу уже тогда, кому интересно, они берут домой. Важно отметить, что Банк России презентует такие издания во всех регионах СКФО и Южного федерального округа. Качество соответствует самым высоким стандартам. Эта книга своего рода учебник по финансовой грамотности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Банк России уделяет большое внимание вопросам повышения финансовой грамотности различных слоев населения. Однако такие стандартные материалы, как публикации, статьи, проспекты и плакаты, они, к сожалению, недоступны людям с ослабленным зрением. Устранить эту проблему призван просветительский проект Банка России. В 2020 году был выпущен комплект аудиолекций «Финансовая культура». А теперь этот же материал представлен в двухтомном издании, печатном издании, выполненном шрифтом Брайля. Теперь эти книги можно взять с собой и проводить по ним уроки финансовой грамотности, отмечают представители общества слепых. Алина Ханепшоков, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Кинотеатр «Чарли» порадует жителей Карачаева, Черкесии новыми кинопремьерами и новым вип-залом. По торжественному случаю «Чарли» подарил всем посетителям яркую концертную программу с аниматорами и веселыми конкурсами. Светлана Шаганова побывала на праздник и расскажет подробнее. Саундтреки к известным фильмам звучали в исполнении симфонического оркестра Республиканской филармонии. Невероятный живой звук напоминал о блокбастерах, премьеры которых прошли в кинозалах «Чарли». А известные певцы исполнили всем полюбившиеся песни из кинофильмов. Поздравить Чарли со столь радостным событием пришли почетные гости. От имени мэра Черкеска всех поприветствовал заместитель руководителя республиканской столицы Ачимес Акбаев. Он отметил важность нового зала, который станет идеальной площадкой для проведения разных событий, фестивалей и кинопремьер. Министерство культуры России и фонд кино активно развивает киносеть. И этот новый зал – поддержка федерального центра. Министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гирбов поблагодарил кинотеатр «Чарли» за праздник и за сотрудничество и напомнил о пушкинской карте, по которой с 1 февраля можно будет ходить в кино бесплатно. Сегодня залы повышенной комфортности, такие как открывшиеся у нас в кинотеатре «Чарли», это прежде всего возможность для маломобильных категорий граждан посмотреть кино, потому что, как вы знаете, все остальные четыре зала, они устроены так, что нужно по ступенькам подниматься, и человек на инвалидной коляске не может подняться в зал. Этот зал выполнен специально таким образом, чтобы можно было закатить туда инвалидную коляску, на костылях, любому человеку зайти и наслаждаться. И вот он торжественный момент. Всем хотелось взглянуть на зал повышенной комфортности. В чем же преимущество вип-зала? Я вам расскажу. Здесь мягкие, комфортные кресла, почти как дома. Занимаете удобную позицию и наслаждаетесь любимым фильмом. Ну а если вы хотите прилечь, одним нажатием кнопочки, вот так кресло раскладывается, и можно даже лёжа наслаждаться просмотром фильма. 21 место, широкие ряды, высококачественный объёмный звук. И что немаловажно, есть тифлокомментирование для инвалидов с нарушением зрения. Это подробное описание предметов, действий и явлений, всего того, что происходит на экране. В день открытия юные зрители с огромным удовольствием посмотрели премьеру этой зимы, сказочный блокбастер «Последний богатырь. Посланник тьмы». А более взрослый зритель увидел патриотический фильм. Хочется, конечно, принять всех гостей нашего города, нашей республики, даже из других регионов мы готовы принимать. Приглашаем вас всех к нам в кинотеатр провести с комфортом и покушать наш свежий и вкусный поп-корн. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Крачаева, Черкесия. Таковы Вести на сегодня. Удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!